Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ныне» сегодня в выпуске. Никто, кроме нас, сегодня десантники отмечают свой профессиональный праздник. Готовь сани летом. В Астраханской области началась подготовка к отопительному сезону. Новая жизнь старой дороги. В заречной части города после проливных дождей продолжается ямочный ремонт дорожного полотна. Обо всем этом и не только подробнее. Сегодня у десантников профессиональный праздник ежегодно. 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. Эта дата отмечается на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года об установлении профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных силой Российской Федерации. Традиционно в свой профессиональный день ахтубинские десантники собираются на площади Победы. На митинге в День ВДВ ахтубинцы собрались, чтобы почтить память погибших воинов. К мемориальному комплексу цветы возложили юные десантники. После официальной части мероприятия состоялось показательное выступление рукопашников из детской и юношеской спортивной школы под руководством тренера Германа Кузьмина, а также спортсмена клуба «Атлант» из поселка Верхний Баскунчак. Полную версию событий, развернувшихся 2 августа на площади Победы, смотрите в программе «Синева». К другим темам. Астраханской области начали подготовку к предстоящей зиме. Работа должна вестись с четким пониманием сроков и не растягиваться до наступления холодов. Такую задачу глава муниципальных образований поставил вчера губернатор Астраханской области Александр Жилкин. По информации регионального министерства ЖКХ, всего по области к предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить к работе 169 тысяч домовладений, 467 котельных, 792 километра тепловых сетей, 47,5 тысяч километров водопроводных сетей, 13,5 тысяч километров электрических сетей и почти 6 тысяч километров газопроводных, а также водопроводно-конализационное оборудование. Это при том, что уровень износа коммунальной инфраструктуры в Астраханской области составляет 62%. Работу коммунальщиков по подготовке к зиме будет координировать областной штаб. Ошибки прошлого сезона необходимо учесть в текущих подготовительных и контрольных мероприятиях, тем более что предстоящие осени зима могут оказаться не такими теплыми, предупредил коллег Александр Жилкин. По-прежнему острым остается вопрос дебиторской задолженности потребителей Астраханской области за жилищно-коммунальные услуги. По сравнению с прошлым годом она возросла на 15% и составляет 8,4 миллиардов рублей. Из этой суммы более половины должников – население. Далее идут организации коммунального комплекса, возрасчетные и бюджетные организации. На официальном сайте города Ахтубис появилась информация о тарифах на коммунальные ресурсы, предоставляемые муниципальным предприятием «Ахтубиск водоканал» с 1 августа по 31 декабря 2016 года. Для населения холодное водоснабжение будет стоить 34,43 рубля. Стоимость одного кубометра горячей воды составит 218,90 рубля. Тариф на водоотведение установлен в размере 24,49 рубля. На тепловую энергию – 1889,78 рубля за одну гигакалорию. Продолжаем выпуск. В заречной части города ведутся работы по ямочному ремонту дорог, весь объем которых планировалось выполнить еще в июле. Однако погодные условия не дали закончить намеченный срок. Восстановление дорожного полотна все еще продолжается. Какой объем работы уже выполнен и сколько осталось – узнаем из нашего следующего сюжета. При всей напряженности с финансированием в бюджете города на 2016 год на дорожное хозяйство заложено 7,3 млн. рублей. В этом году проводится ямочный ремонт дорог с твердым покрытием по всему городу на сумму в 1,5 млн. рублей. Одного участка с сплошным покрытием – более 4 млн. и ремонт других участков автодорог на 1 млн. В случае, если эти средства будут освоены, городская администрация постарается изыскать и выделить еще немного средств на проведение ремонта на других участках. Об этом в одном из своих интервью в местной газете сообщил заместитель главы города Ахтубинска по капитальному ремонту, строительству и архитектуре Сергей Чернов. По его словам, из этих средств планируется провести ямочный ремонт дорог с твердым покрытием по всему городу на 1,5 млн. На выполнение работ по обновлению дорожного полотна был проведен аукцион, победителем которого стало ООО «Харабалинское дорожно-ремонтно-строительное предприятие». В июле данная компания приступила к ремонту дорог в заречной части города. Напомним, месяцем ранее строительная фирма устранила в этой части города крупные локальные деформации. Сейчас специалисты приступили к восстановлению несколько сотен мелких повреждений. Работники подрядной организации уже определили границы поврежденных участков. При помощи специально оборудованной техники очистили выбоины от материала старого покрытия и залили дыры асфальтобетонной смесью. Правда, пока еще не все. Объем работы, по словам работников компании, предстоит большой. Кроме того, на прошлой неделе текущему ремонту помешали погодные условия. Несколько дней никаких работ по восстановлению дорожного полотна не велось. Сейчас процесс запущен вновь. 300 квадратов сделали, на сегодняшний день еще 150 квадратов должны сделать. И в общем там где-то около 500 квадратов по контракту. Какие ямы были, вот вскрываем мы ямы, мы их заделываем тут же. А остальные пока в администрации, в вашей администрации сколько денег выделил, где показывают, там делают. Я не могу говорить за администрацию, где они планируют делать. Скажите, пожалуйста, а вы не подсчитываете, сколько ям? Нет таких данных, объем работы вашей? Прогноз в течение, ну, уже шести дней, где-то в сторону по средам мы закончим полностью, что по аукциону прошло. С момента создания Совета ветеранов Государственного летного испытательного центра исполнилось 40 лет. Чем сегодня живет эта организация, а также какие вопросы, она решает, узнаем из материала Сергея Луцова. Более 40 лет назад впервые был избран Совет ветеранов Ахтубинского гарнизона. В далеком 1974 году его председателем стал Георгий Алексеевич Соловьян, полковник в отставке, который сегодня в боевом строю ветеранов. Почетный гражданин города и района активно участвует в работе Совета и патриотическом воспитании молодежи. Сегодняшний председатель Совета Леонид Евсюк избран на второй срок и постоянно организует встречи ветеранов с интересными людьми. Время прошло много, какие изменения есть в пенсионном обеспечении, работа с ветеранами и так далее. И сразу попутный вопрос. Вот ко мне обратились прапорщики. Если офицер заболел и так далее, направлен, допустим, в Бурденку, в Москву, через вас можно оформить проездные, это будет смешно, когда приехать и так далее. А прапорщик говорит, почему нам запрещено вот это делать? Сегодня в заседании принимает участие Ольга Николаевна Москвичева, начальник отделения социального и пенсионного обеспечения военно-комиссариата. Прапорщик имеет право съездить за счет Министерства обороны только в санаторий. Один раз в году, да? Один раз в году. А стационарное лечение, на него, увы, не распространяется. Офицер может ездить на стационарное лечение за счет Министерства обороны столько раз, сколько требуется. То есть не один раз в год, а сколько требуется. Если направление есть, приходит. Только при наличии направления военно-врачебной комиссии. Только две категории военнослужащих имеют право бесплатного проезда в санаторий, исключая военнослужащих, проходящих военнослужбу по контракту. В основном проблемы какие у нас возникают? По проезду в санаторий, да. Сейчас вот электронные билеты. Потом у нас пенсионеры привыкли за счет Министерства обороны порешать и свои личные какие-то проблемы, вопросы. Например, заехать в гости или еще что-то по пути в санаторий. Вот проезд такой не оплачивается. Только строго прямое сообщение. От дома до санатория, от санатория до дома. Решение личных вопросов и проблем преследований в санаторий, остановки и заезды не допускаются. За исключением, если по маршруту предстоит пересадка. А у нас едут в санаторий, по прямому маршруту едут в санаторий, как положено. А обратно едут, заезжают другие города, там то ли руки, то ли дети, то ли что-то. Вот так, петляют, петляют. Нет, в таком случае проезд не оплачивается. В Министерстве обороны Российской Федерации предусмотрена оплата проезда только с целью лечения туда и обратно. Ольга Москвичева сообщила, что с марта 2016 года увеличился норматив выделения средств на памятник военнослужащему и составляет сумму 31 тысячу рублей. Данный памятник должен соответствовать размерам установленных Министерством обороны Российской Федерации. Комиссия в военкомате проверяет, почему проверяет памятник. Она сверяет его размеры, заявленные в квитанции. Вот квитанция выписана на такой-то сумму, на такой-то памятник. Комиссия едет на кладбище и смотрит, действительно такой памятник стоит или какой-то другой. Вот и все. Прозвучали слова благодарности от ветеранов, постоянно контактирующих с работниками военкомата, которые быстро решают вопросы, приветливые и компетентные. Очень большое спасибо. Если, например, обретился за списками ветеранов подразделения особого риска, с адресами и так далее, но эту информацию не должны давать. Но всегда военкомат идет на уступки. Всегда добросовестно и самоотносится. И большое спасибо вам за заботу. И иногда мы приебаем палку. Ну а иначе как? Если мы начнем вредничать. На совете были рассмотрены ходатайства командования и коллектива 2-го управления Государственного летно-испытательного центра, а присвоение звания почетный гражданин Звягинцеву Николаю Ивановичу. Мы вышли с такой инициативой, чтобы нашему ветерану, участнику Великой Отечественной войны, присвоили такое высокое звание. Ну вы все знаете Николая Ивановича. Вот этот человек, который, несмотря на свой возраст, он не хочет сидеть дома где-то в высокотке. Он постоянно в гуще событий. Я вам скажу, он выступая у нас на каких-то мероприятиях в управлении, он просто обогащает офицеров и прапорщиков. Николай Иванович знает многие офицеры, прапорщики, личный состав и, конечно, ветераны ГЛИЦ. Активный участник, по школам ходит, в музей его часто приглашает, на всех мероприятиях, вот видите, на День Победы, и выступал, и ехал на этой машине. То есть, как только обращается к нему кто-то, всегда он безотказно и так далее. В следующем году исполняется 90 лет. До сих пор работает в филиале «Сокон». И, честно говоря, сейчас, сегодня разговаривал, говорит, в отпуске, и тут приходилось два дня выходить. Потому что оформить на машину, чтобы туда проехать, разместиться, никто не может. Я считаю, действительно, он заслужил это название. И мы должны поддержать именно коллектив второго управления, и присвоение этого звания. Накануне 90-летия ветеран, участник Великой Отечественной войны Николай Звягинцев находится в передовых рядах работников и служащих управления. Человек, с которым можно и нужно брать пример. Он не единственный ветеран, участник войны в нашем управлении. Я считаю, что те ветеранские организации, которые еще до сих пор в своем составе, вот участников Великой Отечественной войны, они много выигрывают, потому что эти люди, они нам дают какой-то импульс. Сегодня на студию позвонила жительница Петропавловки и пригласила съемочную группу подъехать к Первой городской библиотеке. Рядом с очагом культуры соседствует объект, который иначе как помойкой не назовешь. Такое соседство жители Заречной части города считают позорным, и с ними в этом трудно не согласиться. Елена Печенко продолжит тему. Территория рядом с городской библиотекой номер один действительно выглядит неприглядно. По словам местных жителей, мусор коммунальщики вывозят дважды в неделю, но освобождают только контейнер, а отходы вокруг него никто не убирает. Я обращалась в городскую администрацию, говорила с отделом благоустройства, обещали принять меры. После этого появился контейнер, то есть был период времени, когда ни одного не было контейнера, и люди кидали все просто на землю. Контейнер привезли, вот он худой сейчас, один-единственный, но порядка так и нет. Отходы к мусорному контейнеру люди приносят со всей округи. Оплачивают же вывоз мусора только жильцы многоквартирных домов. Таковых здесь немного. Мусор я оплачу 200 с лишним рублей. Я одна живу, да, и оплачу по квартире. 200, я один раз выносят, если сумочку, оплачу каждый месяц 200 с лишним рублей. Так что вот такие дела, я не знаю, откуда он от мусора, во-первых, берется. Но нам несут, вот я вижу в окошко, да, несут мешками. То, что одни оплачивают вывоз мусора, а другие нет, это неправильно. Но для того, чтобы услугу оплачивали все, с каждым жителем частного сектора нужно заключить договор. Пока компания «Стройжилсервис» этого не сделает, проблему не решить. В справедливости ради стоит отметить, что вносить плату за вывоз мусора жаждут не все. Но с населением надо работать. К примеру, отправить рассылку с предложением заключить договор и указать реквизиты организации. Жительница Петропавловки Валентина Шубина говорит, что совсем не против оплачивать услугу. Лишь бы был порядок. Территория у библиотеки – не единственное место, где образовалась целая помойка. Через сотню метров можно наблюдать такую же картину. Делаем репортаж про мусор, но не можем пройти мимо вот такого распрекрасного растения, между прочим, конопля, с которой надо бороться. Заросли травы и конопли, в частности, – это еще одна проблема жителей заречной части города. Они говорят, что такого буйства растительности еще не было. Раньше траву косили, но в этом году об этом никто не позаботился. Сегодняшний день насыщен праздниками 2 августа. Это еще и Всемирный день НЛО или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения и объекты, которым приписывают внеземное происхождение. В июле астраханцы наблюдали над городом необычное явление. По предположению некоторых очевидцев, НЛО. Свидетели утверждают, в небе над Астраханью появились светящиеся объекты. НЛО округлой формы были оранжевого цвета. Летающие объекты то сближались друг с другом, то расходились в разные стороны, стремительно улетая. Шарообразные явления не издавали никаких звуков. Однако быстро тайное стало явным. Астраханские эксперты в астрономии сообщили, светящиеся точки являются авиационными мишенями М6. Мечта увидеть НЛО у многих так и не сбылась. Но не стоит отчаиваться, сегодня каждый может загадать желание, которое непременно сбудется. Ведь начался самый яркий звездопад года. Кто из нас не слышал про августовский звездопад? Весь месяц небо посылает нам поток падающих звезд для наших желаний. Прямо волшебство какое-то. Возможно и не без того. Но вот ученые настаивают отбросить романтику и обратиться к фактам. Каждый год в августе Земля проходит через метеорный поток с радиантом созвездия Персея. Именно поэтому в конце лета в ясную погоду люди видят звездный дождь. Персеиды, самый яркий метеорный поток года, уже начал освещать ночное небо. Он достигнет пика яркости, который в этом году будет необычно большим в середине месяца, сообщают РИА Новости со ссылкой на интернет-издание с поиском. Падающие звезды-метеоры представляют собой небольшие частицы межпланетного вещества, размерами от песчинок до горошин. Они входят в земную атмосферу на скорости около 20 км в секунду и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый яркий след. В этом году персеиды будут как никогда яркими. Вместо обычных 80-100 падающих звезд в час мы увидим около 150-200 метеоров. Эти яркие линии, как подчеркивают астрономы, не будут представлять опасности для жизни людей на Земле, которые, несмотря на доводы ученых, любые звездопадом продолжают верить в чудеса и загадывают желания, как звезды разные и прекрасные. Чтобы дети были здоровые, мама, чтобы все было хорошо у всех. Я бы хотела жить в большом доме. Чтобы можно было друзей пригласить на вечеринку какую-нибудь. Ну, чтобы можно было поиграть с родителями там. Чтобы войны не было, чтобы все жили дружно. Улучшалась жизнь в нашей стране, наверное. Здоровья всем, родным и близким. Самое главное – процветание, удача, везения во всем. Просто нужно верить, что это желание сбудется. И оно обязательно сбудется? Конечно. Мысли материализуются. На этом у меня все новости на сегодня. Будьте в курсе событий. Город и района вместе с АТВ-центром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова